Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Особой кадр, условно говоря, как Шульгин в кавычках, он спокойно мог быть заменен, я знаю, пару десятков людей, кировчан, мужчин, хозяйственников, которые могли бы справиться с этой должностью намного лучше Ну вот, наверное, да, уже ушло, уже прошло, поэтому поговорим о том, что сейчас и о том, что будет, это важнее Кстати, вот, немножко перебьюсь еще на уход Шульгина Напомню нашим слушателям, что можно задавать вопросы в студию Их можно делать как на нашем сайте в форме анонса, так в нашем канале Телеграм Эхо Кирова И еще у нас появился номер для сообщений Viber 8 909 720 101 и 0 И вот, зачитаю то, что уже пришло нам на сайт, в частности, по Илье Шульгину Гость, который проходил мимо, спрашивает, Шульгин ушел, кого на этот раз ругать собираетесь? Ну, вы знаете, нет настроения Так-то хотелось бы, наверное, и не ругать, и не хвалить, и не быть в стороне А как раз участвовать в процессе развития города, то есть конструктивно Я, в принципе, сам хозяйственник, если честно, вот для меня такой простой в плане А это была Быковская вся в полном объеме, пятый созыв, администрация Там Быков-Перескоковская, я бы так сказал Которые, в моем понимании, были не заточены, там, какую-то деятельность занимались Ну, смотрите, сколько косяков у нас У нас уголовное дело за уголовным делом И везде торчат уши вот той системы, той команды, которая, давайте откровенно скажем Которая была, вот, ну, наверное, к счастью, она ушла Но хочу сказать, то, что потом допустили, ну, наверное, по неразборчивости Вина на этом лежит откровенно на губернаторе Ну, то есть он не смог разобраться поначалу Ну, сложно, наверное, приехать в чужой регион и сразу Но ведь человека видно сразу, птицу видно по полету Вот есть опытные люди, которые, и у нас таки есть кадровики Дайте ему послушать пять минут человека И он скажет, насколько, на что способен этот человек Потенциал виден сразу И вы хотите сказать, что там два-три года назад при Шульгина говорили уже, что... Ну, вы знаете, он изначал губернатор А послушная большинство из Единой России даже не пыталось вникнуть, кто и чего Вот здесь, вот этот выбор, он кардинально сейчас отличается Вы знаете, что идет, условно говоря, подходят к выборам главы администрации К сожалению, у нас не прямые, то есть когда выбирают население Вот тогда было бы интересно, была бы интрига А тут, ну, понятно, что кого сейчас предложит, условно говоря, Игорь Владимирович Я знаю, что он поручил это Александру Анатольевичу Чурину Тот человек и будет, и этот человек, в моем понимании, он уже заведен на должность зама Вот, об этом сейчас мы поговорим, но на вопрос все-таки ответьте Ругать кого-то собираетесь? Или, как вы говорите, нет, потому что не хочется? Вы знаете, у меня, как бы, профессия не ругать у депутата, а по возможности помогать и работать Если глава заточены, команда его замы заточены на работу Наоборот, будем поддерживать, и на самом деле депутаты участвуют во многих там и рабочих комиссиях, и группах И очень много толковых советов, так как очень много Ну, депутаты обычно такие неуспокоенные люди в большинстве своем, в большинстве Правда, не те, которые по партийным спискам прошли, а те, которые шли по одномандатным Они прошли это горнило, они понимают требования граждан, они понимают ответственность свою Поэтому тут мы готовы работать, но если будет команда, удастся ли создать рабочую команду? Вот, будем говорить теперь о том, что сейчас и что в будущем Изменится ли, на ваш взгляд, что-то после ухода Шульгина? Вы знаете, было настолько плохо все Я хочу сказать, мало того, что везде были вот эти проекты коррупционные Я хочу сказать, что я надеюсь, что Илья Вячеславович к нам вернется в регион Но в качестве подозреваемого и, может быть, я сужен вместе со своим помощником Чебишевым Сейчас в правоохранительных органах проводится по пяти делам, по пяти эпизодам проверка идет По каким? О чем вы говорите? Ну, это все проекты, это энергосервисные контракты, это и покупка дома очень серьезной На которые обратила внимание генеральная прокуратура, да, благодаря коммунистам Вот, это и еще три проекта Это и Урванцевский проект Это и, вот, вопрос там есть совместно, ну, по организации проекта свалки в Костино Ну, и плюс по Новому году То есть здесь там тоже очень интересная появляется информация Я пока ее не могу озвучивать, но в моем понимании Помните, как по Быкову? Никто ж не верил По Новому году вы имеете в виду 25 миллионов? Да, 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 то есть эти катки, то есть это как сделано То есть в любом случае здесь как минимум халатность есть Ну, а уже люди, которые там поставляли, условно говоря, этот лед Там, ну, поднимаются информации об откатах, обо всем, обо всем То есть, ну, давайте дождемся вот этого Катки и лед Надеюсь, нам Шургин вернется, потому что он так отпускать человека нельзя Который здесь, мало того, что он занимался коррупцией В это время, вот, я бы сейчас назову оценку мою И вот депутатов, которые думающие, которые там вот с активной позиции Он вообще у нас на два года работа остановилась Кроме отписок мы ничего не получали Все департаменты встали Департамент муниципалитета и имущественных отношений здесь, земли Он просто встал Но мы с вами опять назад, опять ругаем Шургина А давайте все-таки, да За бездительность, то есть главная причина и проблема Шургин не был готов к такому уровню компетенции Может ли что-то поменяться? Что должно поменяться? К Осипову, да, вот к новому, да, который вот, ну, по моим прогнозам Ну, в принципе, все это понимают, потому что он согласован там И федеральных согласовывается То есть вы считаете, что все-таки Осипов придет на это место? Я думаю, что кандидатура Васильева-Чурина, это Осипов Бывший глава Вятов Тадора, который в данный момент Который пришел с завода Сельмаша от Александра Анатольевича Чурина Стал заместителем теперь и Огловой администрации По финансам, но это просто свободная есть вакансия Он зашел, чтобы въезжать в дела То есть в этом вы видите некий шаг к тому, чтобы... Да, да Это, ну, давайте будем откровенны Мы взрослые люди, мы такие серьезно, в общем-то, ответственные там политики Мы видим, что это так К сожалению, пока нет прямых выборов Я за прямые выборы Тогда не было бы вот этого непонятного выбора и ошибок Политиков самого высокого уровня Председателя правительства, губернатора, которые возможны Я желаю, словно говоря, Осипову Дмитрию Валерьевичу Во-первых, там, ну, только хорошего, если он сможет Но мое понимание, его опыт ему не позволяет на сегодняшний момент Вот говорить, что 100% у него эта работа состоится В чем связано? Во-первых, какова команда? В моем понимании, нужно полностью всех замов там поменять 5-6 человек нужно вести с собой Ну вот новая недавно пришла еще одна Вершинина совершенно, да Но я имею в виду, это как раз юридический департамент Там у нас надо расчищать просто авгиевые конюшни, которые накопились Дела, в том числе, там, ну, вот разных нарушений И несогласованности, недоработок, там целая куча есть Поменять одного человека, это мало, да, как многие говорят? Да, то есть нужны рабочие замы, первые замы, прежде всего Зам по развитию, первый зам нужен новый Замы там по бюджету и финансам И вот они должны поработать во всей команде Плюс, конечно, наверное, уже хотелось бы нового архитектора города Вот уже притча во языцах Поэтому нужно прийти с команды Если вот прийти без команды свернет в таком хозяйстве Тут и культура, спорт, имущество, налоги, сборы, строительство, дороги Строительство школ детских садов Столько вопросов, если прийти без команды, просто свернешь шею Я там господину Осипову, Дмитрию Валерьевичу не завидую в данном ситуации Ну вы прям, вот почти 100%, я слышу, как вы говорите, вы 100% почти даете тому, что он будет на этом месте, да? Ну давайте 99%, потому что процент, человек предполагает, Бог располагает И даже вроде бы решение есть, всякое может случиться А есть какие-то еще кандидаты? Ну, кандидатуры обсуждались, но вот те там 3-4-5 кандидатов, которые были, я считаю, они должны войти в команду и работать Это Шишанов Александр Иванович, это Созинов Олег Геннадий Еще раз повторюсь, что была слабость у господина Шульгина, вообще департамент-то не был управляемый Потому что госуправление, это наука, извините меня, и нужна практический опыт И у Дмитрия Валерьевича такого опыта тоже нет А Шишанов Александр Иванович, это опытный государственник, который еще в администрации господина Сергенкова, нашего Все говорят, последнего народного губернатора, возглавлял управление кадровой работой и управление внутренней политикой Это было одно ведомство раньше Он знает область, знает людей, знает, как должны бумаги ходить Они ходить должны, как согласовать межведомственные Вот сегодня очень много у Шульгина было несогласованности И прокуратура говорит одно, распотребнадзор другое, МЧС третье А у архитектуры четвертое мнение Поэтому вот эти вопросы должны быть все увязаны Он как раз в этом спецификах И как правильно должны ходить бумаги Это тоже очень важный момент Иначе можно даже какими-то делами заниматься Неправильно оформляешь бумаги, все встает Мы получаем там судебные решения и так далее Правильно расставлены приоритеты Извините, внутренняя политика это целое искусство У нас сейчас перерыв на 20 минут Мы уйдем и вернемся в студию На 20 секунд мы все-таки уходили А не на 20 минут Прошу прощения А это действительно программа Особое мнение веду и я, Мария Кожевникова А особое мнение высказывает Депутат Кировской гордумы Владимир Журавлев Владимир Венеменович, ну это все-таки конкурс Вы хоть и говорите, что Осипов будет назначен Но все-таки Это конкурс и мы должны понимать, что здесь несколько кандидатов должно быть, чтобы он состоялся Есть какие-то заявки известного? Мария, скажите, вот у нас в Конституции записано, что у нас демократия Вот сейчас, наверное, наши радиослушатели Большинство скажет, чего, какая демократия, понимаете? Слово и реализация этого права Это разные вещи И вот сегодня, к сожалению, у нас Нет Конкурса, как так он формально Но чтобы он состоялся, должны быть еще люди Кстати, вот Александр Иванович Шишанов Александр Иванович Шишанов Был в прошлом Он участвовал на постглаве администрации Когда Дранова назначали, да? И там еще был Долгополов Михаил Александрович Бывший глава Первомайской территориального Я слышал выступление, хочу сказать, у Дранова вообще ничего не было Понимаете? Это человек, у которого в голове планов-то никаких не было Таких достойных, нормальных Эти программы были в письменном виде Очень умно было, стратегически правильно У Шишанова и у Долгополова была конкретная Знающая, вот сразу видно, человек знает город Знает его ключевые проблемы Вот он должен был главой администрации Долгополов и Шишанов в 2013 году То есть не исключено, что эти люди могут снова подать документы О том, кто подал, вам неизвестно Во-первых, нет, решение о начале конкурса должно, по-моему, выйти сегодня Ага, то есть Дагминды еще не подаются Еще пока не подаются Я знаю, что многие там, Алексей Кузьмин хотел Там еще ряд людей Но мы понимаем Знаете, процедура, какая согласование главы администрации То есть должна быть фигура согласована для выборов, для конкурса Это ФСБ, там представитель президента Владимир Владимирович Климов Там губернатор слуга должен подписать Там должны подписать Еще в Приволжском федерале МОКЛИ должны согласовать Но сегодня согласовываться она фигура Осипова Это известно А остальные, поэтому как без этого И когда нам говорят Ну, нам втирают очки, честно говоря Ну, пока мы терпим, условно говоря, население страны и города Но я считаю, что надо возвращать прямые выборы главы администрации И он должен быть мэром А нынешний глава Совмещенная должность вы имеете в виду? Это, ну, название имеется в виду А это глава исполнительной власти А законодатель должна быть городская дума и председатель думы должен быть Минимум полномочий Он законотворчеством занимается Он заниматься контролем за исполнителем власти Вот, вот, тогда все будет правильно А сегодня фактически глава города Это председатель городской думы Ну, это свадебный генерал Давайте скажем честно Потому что вот тот момент законотворческой работы Ну, многие не понимают И это основной источник выработки политики Кто так, как, знаете, вот Быков в свое время как-то сказал Владимир Ильич, пока я здесь Я сказал, нам нужно выработать нормальную политику в социальном направлении То есть по детским садам школ Он сказал, пока я здесь Никакой политики не будет Я ему учебник-то о политологии принес Так-то городская дума, муниципалитет Это основной источник выработки политики И когда люди на государственных таких должностях Не понимают, что это такое То есть до какого мы, до базара опустились Или до плаца на какой-то воинской части Или до областного военкомата опустились Вот, пока у нас такое, у нас не будет развития Слишком подход Извините меня, слово образованность Там, культура Оно должно войти в обиход А вот какой-то анализ элементарный А у нас большинство чиновников сегодня Ну, дальше своего носа не видят Или дальше своего бизнеса Владимир Ильич, еще по конкурсу У меня последний вопрос Вы назвали уже Шишанова, Созинова Их тоже называли и те, кто был у нас в студии И не только наши спикеры Но даже слушатели нам звонили И говорили, что вы, Владимир Ильич, тоже могли бы стать главой администрации города Подали ли вы, будете ли вы подавать документы Это спрашиваю я Спрашивает наш слушатель вас И говорит, пора бы и оппозиции показать себя в реальной работе Ну, вот я хочу сказать, что вообще в городе не должно быть там Единая Россия, справедливые, ЛДПР, коммунисты Здесь у нас интересов нет Я знаю, общаюсь со многими людьми разных партий Есть люди, которые готовы по компетенциям профессиональным Заняться развитием города Кирова Теперь скажу максимально откровенно по себе Первый вопрос Вы знаете, если бы я даже заявил желание Помните, система у нас Кто выдвигает? Губернатор и представитель правительства Мне лично ни от кого предложение такого не поступало Просто нет анализа кадров Это первый вопрос И айти просто так Ну, поиграть в кошки-мышки Там заявиться, подать документы и проиграть Ну, вы знаете То, что я программу напишу И команда у меня такая грамотная Тем более мы программу развития сельскохозяйства области Стратегическую выстраивали И выступали на Государственной Думе два раза На комитете по сельскому хозяйству Я не сомневаюсь И даже вот Дмитрия Валерьевича Скорее всего, мы бы по программе проиграли Но управление городом Это коллективная работа Я готов не обязательно быть там главой администрации Готов оставаться депутатом И там какое-то направление вести Развивать пользу от меня однозначно будет Вот в этом направлении Ну и второй момент Но у меня очень большой производственный бизнес Притом это несколько направлений И везде я Или учредитель Я везде поручитель по кредитам Я примерно проанализировал И тех людей, которых бы я Если ты идешь на должность главы администрации Ты должен сложить полномочия То есть убрать везде свое учредительство Я посчитал На это мне придется То есть потратить Ну, от шести месяцев и больше Потому что Тех людей, которых я мог бы там Условно говоря, переоформить Они подходят как в качестве поручителей По бизнесу для банка И бан тогда потребует возвращения кредитов Поэтому это долгая история Месяцев на шесть А тут нужно решать все оперативно Ну и на самом деле Я такой командный игрок Я готов играть в коллективе Если он будет заточен на конструктивизм Если кто-то захочет поиграть в свои игры В интересы там Какой-то группы людей Какой-то корпорации Я так же просто начну оказывать сопротивление И критиковать и все остальное Или мы работаем на развитие И нас слушают Сегодня, вы знаете Вот в кировской политике Выработалась такое вот Годами, десятилетиями Такая позиция Что на областном уровне Что на городском Приходит один человек Создают там Ну, пять их десять Ну, там, пятнадцать человек, да И они считают, что они умнее всех Они не слушают ни учителей Ни врачей Ни полицейских Ни прокурорских Ни судейских Извини, даже ФСБ не слушают некоторые Гнут свою политику Мало того, чаще всего Мы все страдаем субъективизмом То есть одной картинкой То есть своей картинкой мира Слава Богу, если эта картинка Ширококругозорная, так скажем, да А если она узколобая Ну, вот, понимаете И оно дальше устава, например, воинского не идет Так страдает весь город А мне бы хотелось Глава администрации Он должен в одних руках Вот эту многополярность И многомнение Координировать все в одних руках Понимаете Он должен быть коммуникатором Вот из, как бы, из действующих Вот мне очень импонирует в этом плане Николай Михайлович Липатников Это человек Бывший, там, последний секретарь Горкома партии Вот, а он умеет работать Он умеет со всех собрать Не-не-не-не, раз И готовое решение Уже документ появляется Который можно отправлять в работу У него только можно поучиться К сожалению, других кадров Ну вот, наверное, Шишанов Вот он меня всегда поражает Своим знанием Вот этой государственной системы И только ходят документы Как это правильно Программы принимаются А потом с них У нас времени мало А вопросов много Давайте с темы главы администрации Мы соскочим Я только прочитаю То, что нам сейчас Принесла наш продюсер Анна Лапшина От слушателя Александра Который только что позвонил За эфиром И попросил вам передать Подайте заявку На пост сити менеджера Знак восклицания Вы очень деятельный человек Город бы выиграл Горожане вам доверяют Ну, я благодарен за доверие Хочу сказать, что Я это доверие специально не заслуживал Я просто старался И стараюсь вести себя Знаете, ну, как бы искренне Так как совесть Как бы тебе совесть подсказывает Слава Богу, мне там не 20 лет Когда мы на кого-то оглядываемся И, наверное, вот это в горожанах Мало того, я думаю, так же Как большинство думающих горожан в городе Все мои мысли Они не являются чем-то Какой-то новинкой Они являются, ну, умозаключениями От той ситуации В разных направлениях Развития города Которая существует Вот и все В городе действительно много проблем И вот хочу перейти Уже к их рассмотрению Работа МУПов Это, наверное, одна из основных Которая звучит просто На каждом заседании Комиссии Гордума Вот вчера была Комиссия по имуществу И опять всплыли Некоторые факты В частности Вот накануне говорили О детском мире И о городской рекламе И в каждом МУПе Находятся какие-то Недоработки И не только недоработки Но и нарушения Обманы Ну вот в частности Детский мир Да, казалось бы Там милый, небольшой Что там может быть Прекрасный детский мир Который там Вечно работает в убыток Но и тот сейчас Проверяют следователи Да К сожалению, да Вот что там Ну вот смотрите Бывший директор Да Она Уже бывший теперь Да, ее уволили Уже Она В восемнадцатом году Пришла В администрацию И сказал Дайте мне Четыре миллиона восемьсот Я реконструирую Условно говоря Там второй этаж И мы будем Там новое направление Откроем У нас все пойдет И показала Бухгалтерскую документацию Что там было Плюс полтора миллиона Прибыли Ну ей Это имущество Является не у этого мупа А это является городской В городской казне Поэтому ей дали разрешение На 4,8 А когда вот сейчас Встал вопрос Вот в феврале месяце Что в тому банку Там 3,5 миллиона осталось Выплачивать На денег платили На платеж денег нет Начали проверить Реальную бухгалтерию И оказалось Что там минус 12 миллионов То есть там набраны Там Товарные кредиты У поставщиков Все остальное А все проели Мало того По предварительным сведениям Она себе выписывала Притом При существом положении 200 тысяч Премию Выписывала За такую работу Слушайте Ну классно На муниципальном предприятии Частные фирмы у нас Глава города Столько не получает А тут люди позволяют Себе такое делать Это недопустимо Это называется Плохой контроль Ну слушайте А вот то же самое У Каленинского района Да Где там банкротические предприятия Выписывали премии начальства В ГДМС Ездили на служебной Тойоте Вот каждая Да я уже не говорю о тех Где уголовные дела Которые в уголовных делах Сейчас фигурируют Почему? Что происходит? Это нормальная практика У нас так В МОПах работать? Вы знаете я хочу сказать Вот помните Многие депутаты говорили И говорят Что при Быкове Это создалось просто У нас эта ржавчина Коррупционная Которая не могут Никак сейчас Разрушить Да это вот остатки этого Я хочу сказать Там этот момент Не рассматриваться Мы Шульгина поймали Депутаты Что он использовал Служебный транспорт Для того чтобы ездить На выходные в Казань Со своей семьей Что использовал Там возил друзей Своего советника Туда же Слушайте У нас нет Такого командировка Мы его поймали Я думаю что здесь будет Надеясь Что будет уголовное дело После этого конечно Поймали директора Счетная палата ГДМС Который использовал Ну там по-моему До 100 тысяч какая-то Или 60 Или 70 тысяч Ему насчитали Но это то что насчитали Понимаете То что как бы поймали А так Рыба гнет с головы Если Шульгин себе позволял Такое Если Быков позволял Вы знаете что он ездил На джипе А 053А Большой джип Лэнд Крузер был Да Он его купил Гордор Мострой А ездил глава города Говорят потому что он Танкист Он привык ездить На высоких машинах А в городе Ему не давали покупать джипы Потому что они Не эконом Не экономичные И так далее Он числился у нас В ГДМС Он на нем ездил Кстати Потом ушел Представитель Музея Он ездил на этой же машине А куда губернатор смотрит То есть понимаете Есть очевидные вещи Вот я ратую За то и поддерживаю Там инициативу Но правда Это там Вот Вячеслав Володин Который говорит Ребята Персональную ответственность Вот если у тебя Условно говоря Взял ты там Назначил главу администрации Шульгин Вот если Губернатор Если он так себя показал Не дай бог уголовное дело То есть ты должен тоже Добровольно уйти в отставку В полиции закон этот действует Если твой заместитель Уголовно осужден То есть ты складываешься И полномочия Уходишь в отставку Ну давайте по мупам Сейчас вот это все скрывается Вскрывается Да мы видим каждый раз Что-то новенькое Это движение к тому Чтобы вот эту ржавчину Смыть, стереть Или что это Ну во первых Я хочу сказать Что я бы поменял Всех директоров мупов По всему У меня есть претензии Там Кировсвет Горэлектросеть Сразу хочу сказать Горэлектросеть И там попахивают уголовкой По директу Кировсвет сейчас Реорганизуют Да Будет казенным Учреждением Но это правильный момент Это связано там С финансированием Потому что и с бюджетом Мы оплачиваем за свет В городе и так далее Это разумное действие Гордором устроен Там Ну в ДДХ Надеюсь что придет Кировский наконец-то Директор У нас помните Были два варяга Которые они просто Закрывали И пили эти дорожные деньги Которые идут на асфальт По миллиарду рублей Почти в год И все это уходило Это все понятно И все известно И вот я бы поменял Директоров всех Муниципальных предприятий Я однозначно Менять Горводоканал Вот этого Господина нашего Ухова тоже Который пришел Шульгиным ВТП Волков Который вошел Он бежал в этот же Директор Кчуса В этот же день Веселов сбежал То есть Это вся шульгинская команда Братки так называем Ну по ним По многим Я думаю что будет Уголовное дело И мы еще Ну вот вы знаете Даже все говорят Уголовное дело Нет Потому что это еще Два года мы потеряли В развитии города Кирова А могли бы сделать больше У нас сейчас Перерыв на рекламу Вернемся в студию Продолжается программа Особое мнение Сегодня его высказывает Депутат Кировской гордомы Владимир Журавлев Вернусь Мы говорим о мупах сейчас Вернусь к детскому миру Где найдено Множество нарушений Есть информация о том Что там Предприятие все-таки Нужно выводить из кризиса Об этом все говорят И тот же Шульгин Которого вы ругаете Он тоже об этом говорил Есть информация о том Что там может появиться Спортивная школа Спортивный зал Вот расскажите Что это Это какие-то идеи Или это уже реальный проект Который осуществится Ну есть такое предложение Но сейчас это знаете Во что упирается В то что Нам нужно отрабатывать этот кредит И есть предложение просто Что вот в аренду сдавать Один из этажей И на эти деньги Условно говоря Там ну оставшиеся Там около двух лет Отработать тот кредит банку Банк не виноват То есть он получил кредит Получил гарантии И так далее Он должен получить свои деньги Но потом Вот по крайней мере Моя позиция будет За то что передать Это какой-то Спортивной школе Детской спортивной школе Тем более помните Мы под красивым лозунгом Новоровского 74 Забрали у 4-й спортивной школы Залы Разместили там школу Что тоже понятно Но на самом деле Мы так-то ни одной спортивной школы Толком-то не построили У нас нет ни одного здания Нового Какого-то такого За что бы нам было Не стыдно Вот у меня тут претензия Госпожа Анисимовой Которая по 8-9 лет Они работают И никаких изменений Не происходит Надо таких руководителей Убирать Так что вот Моя позиция Как отдадим Отдать этот детский мир Это не социальный объект Город не должен Заниматься торговлей Это всем понятно Пусть будет спортивная школа В моем понимании Там нужно бокс Борьбу отдать Она не требует Таких каких-то Так я правильно слышала Это уже прям перспектива Это какая-то ближайшая Нет Это просто Это по школе А вообще по закрытию Детского мира Все уже решение есть То есть они будут сдавать в аренду Ну сейчас процедура Банкротства должна быть введена Никого не обижать Там были товарные кредиты Почему бизнес какой Поставлял товар Должен страдать С ним нужно рассчитаться Все это разгрести И тогда с банком разгрести А потом эту площадь Перепрофилировать Для детско-спортивной школы То есть минус Это годы через два И еще О городских предприятиях Коротко тоже Просто попрошу ответить Всех фигурантов Дела ЦДС Освободили Не так давно Областной суд Принял решение На ваш взгляд Это о чем говорит Да нет Вы знаете Это просто рокировка Это так же Как со случаем С Ефаркиным Понимаете То есть недопрошен был Главный свидетель Обвинение не снято Судья это видит Мало того Судебный процесс Я сейчас не скажу Сколько точно По процессуальной норме По-моему 4 месяца Должен идти Не дольше Или должен Проноситься приговор Или должен Оправдательный приговор В данном случае Были процессуальные сроки Судебные Нужно рассмотреть Попадает Судьи ведь они умные люди Не сразу видят Так Фабула вся дела Не допрошена Основной Подозреваемой То есть Никакие там Следственные движения Не проведены То есть Только свидетели И соответственно А почему вы так Что с делами Ефаркина Что с СДС Я хочу сказать Вот это наша Непонятная политика Которую ругают все За что Нынешний политический Режим ругают Прежде всего За политику Это из-за того Быкова не допрашивали Я знаю что С сентября Его должны были допросить Но Его не сняли С председателя ОЗС Из главы регионального отделения Единой России Помните в новостях Когда 24-26 ноября Задержали Ну условно говоря Был допрошен Вызван наконец И под домашний Арест помещен Да Все центральные каналы Показали информацию Все говорят Бывший сити менеджер А что же вы не сказали Что это региональное отделение Единой России Партии власти Который здесь За 12 лет Своего управления Создал коррупционную систему И это сейчас доказывается В нескольких уголовных делах В общем ждем допросов Быкова Да И я думаю И по парку победы Я уверен в этом Потому что для меня Вот эти судебные Они все вещи Они понятны Времени мало Следующий вопрос Уходит директор Фонда капремонта Михаил Кузьмин Чего добивались Мы вставили вопрос Как раз перед правительством области Это прерогатива Правительства области Его председателя кадрового Ну человек ничего не делает Он два года У нас За два года собраны деньги Там по 3 миллиарда Что должно случиться Чтобы деньги были освоены Не просто освоены А хорошо вложены в дело Что должно произойти Речь о просто смене человека Речь о смене всей системы работы Вы знаете что такое сменить Что такое точка роста Это конкретный человек Поставь Иванова Дело пойдет Петрова, Сидорова Все завалится Вот как раз А есть кто-то конкретный Кто может туда прийти Ну вот смотрите Я городской депутат Это прерогатива Правительства области Чурин Александр Анатольевич Ну и губернатора Я знаю что там Они согласились с этой Когда с мнением депутата Когда депутаты направили Обращение к губернатору И сказали Слушайте ребята Что происходит Что за руководитель Горе руководитель Мало того Он деньги не тратит А те проекты которые были Почему-то все исполняют Владимирская фирма Какая-то Костромская Почему кировчан нет Задача любого руководителя Регионального Чтобы все заказы Получали кировчане Потому что сегодня бизнес Малый Средний он в стагнации Находится Я не открою Что если выиграл Кировская фирма Асфальтирование дороги Это рабочие места Это налоги здесь Вы знаете Это инвестиция Которая работает на регион А когда выигрывает Дороги Питерская фирма И там прибыли Вот то что было В Урванцево И в Чистых прудах Так там прибыли Не хотят забрать ее В Питер А почему не нам поделить В то же время Все работы выполняют Кировские подрядчики Снабжением материалами Песок Гравий Щебень Техника Люди Слушайте Вот это вредительство И почему сейчас Стали вспоминать Областная власть Это уделила Потому что При нем принцип Главный Основной Закон государства Это справедливость И справедливость Всегда выше закона Какие бы законы Вы не подописали Справедливость Всегда выше Это нужно принимать Во внимание Судьям Которые Учились в этих же Юрхадемиях Вспоминать Теорию государственного права Должен прийти тот человек Который будет Радеть за свой бизнес За Нет Который за свой регион Радеет Политика Это за свой регион Ну я имею ввиду Бизнес не за свой личный А за бизнес местный Конечно Потому что Это рабочие места Раз И это налоги Два А это соответственно И детей можно содержать И обучать И все-все-все Кормить Одевать Это закон Это аксиома Но почему-то А есть у нас такой бизнес Который вот эти вот Два миллиарда возьмет Да конечно легко У нас столько Струительных компаний Притом Если брать дорожное хозяйство Да у нас есть Областной прекрасный Вятавтодор Самая Сегодня укомплектованная И высокоорганизованная И гордормустрой Они вполне справятся Мало того что Это городские И прибыль уйдет Городскому предприятию И областному А это федеральные инвестиции Я только это приветствую На сегодняшнем этапе Я ратую за то Что ну маленькие фирмы Они из-за того Что у них Ответственность такая Надо сказать Ну Эфемерная А тут мы можем За качество спросить Это наше областное предприятие С директора Которого мы назначили Если это Городомострой С городского предприятия А это очень важный Аспект сегодняшней Ситуации экономической Может через 10 лет Когда рынок разовьется Примет цивилизованные Систему сдержек И противовесов Вот тогда может быть Можно частнику Все отдавать Все зависит От человека Который придет Изменит подход Изменит систему Правильно услышать Я хочу сказать Вообще так же Зависит от всех Граждан города Кирова Если мы принципиально Будем занимать позицию Уже ситуация поменяется Вот почему по Быкову Удалось победить Та дума была Пятого созыва Она была Пробыковская Полностью там Там никто пикнуть не мог Но это переломили А это позиция граждан Которые высказывались В интернете Слава богу Сейчас он есть И то же самое По Шульгину Мало того что Депутаты лоббировали Граждане просто Трясли Влияли на губернатора Давление оказывали На федеральный округ На привозке Где принималось решение И уже оттуда Начали говорить Губернатору Представьте Что у вас там происходит С Шульгиным Ведь это так ФСБ постоянно аналитику Спасибо им Хорошую дает Вот сейчас по детским садам Школам Курдюмов говорит Столько-то А ФСБ дает Правильную политику Вот мы в администрацию Президента приезжали Они дают правильную Аналитику Кто получаться Не дорабатывает Кто подставляет Губернатора Надо спрашивать С таких чиновников Три минуты остается Новость Которая непосредственно Вас касается Владимир Вениаминович Хочу чтобы вы Для нас ее прокомментировали И пояснили Молоко в Кировской области Может подорожать Это результат Введения маркировки Молочной продукции С 1 июня И вот КМК Уже заявляют о том Что они Теперь могут Перестать выпускать Продукцию в пакетах Потому что на них Сложно носить Вот эту маркировку Придется поменять Значит Упаковку Что приведет К удорожанию Вот я хочу Чтобы вы пояснили Как ваши предприятия Вот этот вопрос Будут решать Действительно ли Молоко подорожает И от этого не уйти Ну вот смотрите Вопрос решен Вроде бы благое дело То есть Во-первых Оно Вот эта маркировка Позволяет проследить Цепочку от сырья До производства Ну и до потребления Да Все это понятно Откуда То есть Вот в Кирове С этого момента У нас кировские предприятия Молочные Они все натуральные То есть там никто Никто ничего не делает Такую Как например Нижегородские предприятия Там Владимирские Там Это жировая Молочная жировая Ну то есть маркировку Вы спокойно поставите Нет Вот этот положительный момент И у нас сейчас в сетях Расширились полки Из-за того Что все эти вот Горе предприниматели Которые подделали Сыр Творог Масло Там вот эта вся молочка Сейчас стали разворачиваться Местные предприятия Это положительный момент То что негативный Но вот смотрите Маленький йогурт Вот стоимость этой бирочки Вот этого нанесения 50 копеек Независимо Или это большое колесо От трактора Которое стоит там 50 тысяч Или это маленький йогурт Который стоит 12 рублей Аптовая цена Считайте при цене Даже из 10 рублей При 10 рублях Извините меня Это 5 процентов Это 5 процентов Стоимость На Но Мы вынуждены Это как бы делать При дорогих товарах Это незаметно Да Там при 100 тысячах Там даже 50 копеек Это что Это стоимость маркировки Одной штучки Стоимость маркировки Одной штучки Плюс еще вот Нужно оборудование Чтобы это наносить Все Да Но оно не настолько дорогое Самое главное Вот ты каждый раз 50 копеек притаскиваешь Потому что это маркировка Ну я Вы знаете А по поводу Вот смены упаковки Невозможности Нанесения на пакеты Ну вот У нас к сожалению Вот такого нет Ну не к сожалению К счастью наверное Что по смене упаковки Ну мы другие используем Я знаю что у Вятушки Такая проблема существует Но В итоге От этой системы Конечно это неправильно И в итоге Это все ложится Это ведь не на предприятие Мы просто прибавляем цену И все Это ложится на потребителя Но вы знаете Наверное Качество продукции Вот это контрольное Государственное Стоит в моем понимании Дороже чем вот это И во мне борются И государственник И как в основном Горячастник И я понимаю Ну там По качеству Вот ну не стало Этой продукции Которая левая Откровенная И даже скажу больше Страдали от этого И сами молочники Например Наши детские сады Школы Поставлялось масло Творог И там Из других регионов Даже часто А то и что Где сейчас пишут Без там Содержания Да 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 И проблема была Даже мы поймали Нижегородцев Что поддельное масло А какие санкции то Не санкции никаких А сейчас все четко Сейчас можно даже Уголовные дела возбуждать К сожалению Время нашей программы Заканчивается Спасибо большое вам За разговор Доброго дня И доброго дня Всем слушателям Особое мнение На 101FM